давайте вообще поговорим о том что такое отношение отношения это такая энергия которая или течет хорошо или течет плохо и культура отношения означает создание этой энергии вот допустим деловые отношения часто люди в деловых отношениях начинают сю-сю-пусю друг с другом там ты мой друг я тебя люблю будет нормально бизнес идти или нет нет потому что эти отношения не деловые люди начинают пользоваться допустим начальник взял начал дружить подчиненным через это подчиненного начальника будет оказываться давление то есть все будут пытаться через это подчиненность из-за оплату выбить получше какие-нибудь там льготы ну то есть будет оказываться давление ты одного человека в дружбу пустил как начальник дальше у тебя вся фирма будет на ушах стоит или допустим девушка тебе одна понравилась фирме ты сделал какие-то преимущества на работе все остальные девушки, что будет дальше? Они такие напрягутся все и будут злиться на начальника. Что они будут чувствовать себя очень некомфортно в этой ситуации. Что он предпочтение одной отдает. Обязательно настучат жене. Поэтому если ты деловые отношения строишь, то там есть определенные правила. Деловые отношения это тоже отношения, в которых есть любовь. Но она стоит на втором месте. На первом месте находятся правила, знания, инструкции, деловых отношений. А любовь, она скрыта. Строгость снаружи в деловых отношениях любовь внутри. Запомнили? А в личных отношениях наоборот, любовь снаружи строгость внутри. Строгость обязательно где-то должна быть, иначе отношения разрушаются. Но снаружи всегда мягкий, добрый стиль, а строгость внутри. Это отношения любви. Но надо понять, что отношения любви имеют правила свои. Если ты эти правила нарушаешь, значит, никакой любви не будет. Давайте изучать правила любви. Вот люди вообще не знают, как энергия. Допустим, вот знаете, что по платиновому проводу электричество идет очень быстро, быстрее всего. По золотому чуть медленнее, по серебряному еще чуть медленнее, но тоже быстрая скорость. По медленному хорошая скорость, а по алюминиевому медленно. И любовь, как когда она течет по алюминиевому проводу в отношениях к семье, когда люди добиваются своей правды. В семейной жизни есть правда. Вот кто прожил больше десяти лет вместе, вы можете правды добиться человек близкий? Правды можете? Чего добиться? Правды, чтобы он отстоять свое, вот правду ему доказать свою. Можете? Не знаю, не надо. Вам не надо. Вот поэтому у вас все хорошо. Потому что многие люди, они ищут правды в отношениях. То есть, женщина свою правду отстаивает, мужчина свою правду. Знаете, когда человеку правды не надо никакой, когда человек правильно себя ведет в семье, когда мужчина неправильно не знает, как женщину вести, тогда, конечно, ей обидно, она начинает отстаивать свою правду. Но это не помогает, это еще хуже делает. Потому что доказывать свою правду в семейной жизни невозможно. В семейной отношении в семейной жизни невозможно ничего объяснить близкому человеку. Ничего вообще. Вот если вы, допустим, начали жить отношения строить, вы не сможете ничего объяснить, вы можете подружке объяснить, можете на работе все объяснить. Близкому человеку ничего объяснить вы не сможете. Вот вы лекцию послушали, придете домой, вы ничего не объясните. Потому что там нет правды в отношении близких, там есть любовь, понимаете, любовь это неправда. Попытайтесь не путать. Иначе вся семья будет развалена. Если вы доказываете вот свою женскую правду мужчине, из потом веков между мужчиной и женщиной ведет война за правду. Есть женская правда. Она в какой сфере находится? В сфере отношений. Как ты посмотрел, как сказал, как относишься ко мне. Мужская правда в какой сфере находится? В сфере долго. Почему работаешь неправильно, почему плохо приготовила, почему поздно встаешь с постели, с этими подружками разговариваешь, которые мне не нравятся? То есть в отношении долго находится узкая правда женская в сфере отношений. Каждый свою правду доказывает. Женщина говорит, почему так ты разговариваешь со мной? Мужчина говорит, потому что ты не выполняешь свои обязанности. И у них каждое, а ей как бы пофиг обязанности. Ей нужны отношения. А ему пофиг отношения, нужны обязанности. И каждый воюет за свое, за свою правду. И так разваливается семья. Можно добиться правды в семейной жизни? Можно. Как быть в скандинавских странах? Где там 50-50 с самого начала? То есть это нормально, девушка там в ресторане до первого седания должна фактически говорить? Ну поговорим об этом. Поговорим. Вот смотрите. Давайте самое главное, когда фундамент есть, все остальное налаживается. Есть конечно страны, у которых вот так в кавычках уровень жизни очень высокий. То есть это не уровень жизни высокий, это цены высокие, это зарплата высокая и все прочее. И не хватает одной зарплаты мужчины. Поэтому и перестраивается семья на другой жизненный ритм. Женщина должна помогать, иначе не справляется семья с этими всеми иншуренсами. хорошо, что вы понимаете не шут. Ладно. Ладно, хорошо. Итак, правда есть в семейных отношениях. Добиться ее можно. Для этого надо перестать ее добиваться. Надо понять, что в любви человек сам понимает как надо, если ты его не трогаешь. Вот допустим, у меня жена всегда чуть-чуть опаздывает, когда готовит еду. Ну, как все женщины, у них нет временных рамок. Всегда опаздывают женщины. Потому что я расслабленная психика, ей тяжело время какое-то там учитывать. Она приготовила, когда приготовила. Ну, некоторые женщины пять часов позже готовят. Это совсем тяжело. Некоторые на полчаса, это полегче. Некоторые на час, на полтора. У меня где-то жена на час, на полтора позже готовит. я утром не ем. Уже веселее. Вот. И где-то в час, когда мне должен быть обед, я уже голодный сильно. А пол третьего каждый день так получилось. Приглашают к столу. У меня в это время уже зубы стучат. Но потом мне Господь открыл знание. У меня просто токсины, блок токсинов, который очищается постом, находится в начале второго слоя психически. Один слой очищается за 12 часов поста. А начало второго слоя это надо где-то 18 часов, чтобы полностью очистить блок мой. И поэтому у меня где-то на 15 и 16 часах сильный голод возникает. И когда жена мне готовит через 18 часов, она всегда мне пробивает блок, увеличивает продолжительность жизни моей. И я когда это понял, думаю, господи, как мне повезло. И все, перестала торопить, готовь как морж. Знаете, что произошло? Она начала извиняться. извини, что я так поздно, ты наверное уже голодный. Думаю, нифига себе. Раньше как бы она не извинялась, потому что я давил на нее психикой своей, когда ты приготовишься. Я не говорил, я просто думал. женщина не надо говорить, она и так чувствует. Думаешь об этом. Вот, вот так, мои хорошие. Она начала беспокоиться, что я голодный. А я говорю, готовь позже, потому что мне пробивается как раз блок в это время. То есть я заметил, что где-то два часа я сильно хочу кушать, а полтреть уже не хочу. У меня блок когда пробивается, мне раз и расслабляет. и в это время как раз кушать. Во всем можно найти хорошее, если глубже смотреть на жизнь. И всегда близкий человек в конечном счете нам помогает, а не мешает. Надо просто понять, как это все происходит. Итак, мои хорошие, давайте глубже проникать в эту тему. Стив, семейных отношений. Вот как это все выглядит. Как чувствовать счастье, любовь постоянно, чтобы легко, хорошо было с близким человеком, чтобы когда ты глаза закрывал, ты чувствовал светлую память от близкого человека, чтобы тебе хорошо было с ним, легко, по-доброму. Здесь нужна определенная смелость и знание. Первое правило. Всегда переваривай все свои проблемы внутри. Не надо вытаскивать их наружу. Если у тебя есть какие-то сложности, сам их мешай, с Богом, с молитвой, научись быть самодостаточным. Близкому человеку только дари радость с помощью легкого стиля. Вот легкий стиль означает всегда смело реагировать на близкого человека. И это игра, потому что некоторые люди, многие люди думают, что семейные отношения это серьезные отношения. Мои дорогие друзья, пожалуйста, услышьте меня сейчас. Это несерьезные отношения с точки зрения внешней. А внутри, конечно, они серьезные. На работе внешне надо быть серьезным, а внутри не серьезным. А в семейной жизни надо быть, если ты внутри на работе будешь серьезным, ты сгоришь просто. Надо внутри все, как бы, ну, как бы, ну, фильм обанкротится, снаружи, да, надо, а внутри пофиг. Значит, ты с ума сойдешь просто. Все, это так воспринимать. Снаружи серьезно, а в личной жизни наоборот. Внутри тебе все очень важно, но ты ведешь себя очень легко, легкий стиль. Допустим, жена тебя обидела, ты раз, пошел переваривать. Переварил, приходишь, она говорит, я тебя обидела, прости, я говорю, да, я даже не заметила. Легкий стиль снаружи. Или я второй вариант, ну, молодец, что поняла. Любовь потечет тогда, потечет любовь? Нет. Любовь означает, что ты вообще не напрягаешь собой близкого человека. Шуточки. Очень важно понять, как играть правильно, игру эту. Надо делать так, как близкому человеку очень приятно. Вот, допустим, мужа увидела сразу, как раз, как я вас учу, вот так, раз. Смотрите на него, как на чудо, дивное диво. Вы смотрите, как на дивное диво, на муж. Ну, смотрите, нажимаю, она на вас смотрит, как на дивное диво. Чего на меня смотрит? видите, какой взгляд хороший. Вот, вы сразу мужчина такой доводится. Надо каждый день так смотреть, к тому же. Так. Запомните взгляд? И всегда готовая сразу головой вот так. давать тренируйтесь. Вот, тренируйтесь, каждый день надо наклонной головой. Царятка такой делает. Надо всегда в да, хороший, даже когда нет. Всегда да, хороший, да, всегда. Самое главное, не думайте, когда отвечаете. всегда лучше сказать, да, мой хороший, даже если совсем нет. Например, поедем в отпуск такого-то числа в Италию. Вы, блин, не хотите лет в эту Италию? Там вода вонючая, как бы, лучше Грецию. и вы говорите, да, мой хороший. Сразу же, да, мой хороший. Зачем? Чтобы мужчину расслабило. Да, вот когда он вас спросил, вы сразу соглашаетесь, и он такой, раз, и хорошо. и вы такие рядом к ним сидите, Виталий, хорошо, хорошо, так Виталий. А в Греции еще лучше. И он сразу, он же расслабился, он такой добрый, вы уже с ним согласны со всем. И он говорит, да, что, тебе больше Греции нравится? Она говорит, да. Что, Виталии не хочешь? Не знаю. Но Греции хочу. Легкий стиль. Нельзя мужчине говорить, нет. Сразу напрягается, почему нет? И начинает логику включать, сразу объяснять, как в Италии хорошо. Понимаете или нет? Легкий стиль. Очень сложно в семейной жизни, потому что семейная жизнь всегда выводит человека на серьезность. То дети заболели, то денег нет. то еще какая-то проблема. Постоянно какие-то проблемы. Все время на серьезность. А надо всегда легкий, 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 легкий стиль, шутить, смеяться. Как на женщину надо смотреть. Удивляться сразу едет. Когда жена приходит, я сразу Илья прихожу. Как самое красивое, самое прекрасное. Так удивляешься. И даже если вы говорите, это же неправда. А близкому человеку у меня вопрос, ему нужна правда ваша или нет? Ему нужна любовь. А в любви нет правды, в любви есть игра. Игра какая? Честная игра. Ты честно хочешь так к жене относиться. И она становится самой интересной. Приходит время, и ты действительно удивляешься ей, потому что она все красивее и красивее становится, когда ты радуешься ее красоте всегда. моя хорошая, моя дорогая. Вот так к ней надо относиться. А то пришел и большую. Ну все, тогда не будет счастья у нее. И жену встречать. Классно? Женщина понравилась, да? И тебя носил. И тебя носил. Музыров пошла выносить. Столько лет, столько лет, я тебя носил. Я вам рассказывал, как я выхожу жену встречать вчера? Да, да. Вчера? Да. Я рассказывал, я стою перед дверью такой. Она открывает, я стою, не поднимаю глаза даже. Она говорит, ты долго меня ждал? Я говорю, да. она такая обнимает, счастливая. Хотя знает, что я только прибежал. Классно если бы муж вас так встречал, вам понравилось? Или нет? Да. Или допустим он видит, как вы приготовили. Я в ум падаю всегда. Прихожу на кухню, сажусь так. Так увидел, как она приготовила, накрыла, она смотрит, я в оборок упал или нет. Разок я пришел на кухню, мне позвонили, я такой беру телефон, разговариваю, потом поговорил, на жену смотрю, она такая бледная вся. Я говорю, ты что? Она говорит, ты что в оборок не падаешь? Я говорю, семейные отношения это игра, это игра, любовь это игра. Вы думаете, Олег Геннадьевич вот сочиняем. Вы знаете, на санскрите как любовь переводят слово любовь? Лила. Лила значит игра. И когда описывают соотношения Господа с своей супругой, там вот это вот именно игра везде присутствует, то есть там нет никакой серьезности, там постоянно идет вот эта вот игра, понимаете? Вот эта радостная встреча, печальная разлука, вот это все происходит постоянно, добрые, нежные слова, ласковые. Так человек в семье должен жить. Мой дорогой, уважительно к мужчине обращаться. Сразу не надо, вот вы сейчас после лекции придете, не пугайте близкого человека. Вот она скажет, где была вообще сейчас полагает. Че, почему ты так себя летешь? Да нет, ты что с тобой стучил? Сразу не пугайте, постепенно надо к этому перейти. Правда, люди в шоке на кастомах. Я после лекции разок одна женщина говорит, у меня муж хочет разводиться Олег Геннадьевич после вашей лекции. Я говорю, почему? Он говорит, я, говорит, в шоке от тебя. Лучше ругайся, я уже привык. Ты не ругаешься, мне страшно становится, может, вообще-то меня бросить решила. Он так подошел к ней и говорит, ты что такая ласковая? А, есть такой яроваш. Мальчик приходит со школы домой и такой, а, мама с работы приходит и видит, она говорит, ты что, игрушки все прибрал? Да. Она такая, что такое, что такое? А уроки выучил? Да. На кухне за собой посуду помыли? Да. И она такая рад и в умрак падает, короче, и лежит. И заходят эти школьники и говорят, ты ну, рейд вот этот вот, как бы выполнил сегодня акцию по послушанию мамы. Я говорю, я выполнил, но я вас предупреждал о чем заходится. Мама в умраке лежит, до сих пор не пришла к чувству. Ну, потому что он все правильно делает, она, короче, в шоке. Это так парадоксально сначала все восприятие такое парадоксально идет. И женщина мужа приготовила, он прямых сам готовит. Надо потихоньку. Иначе он говорит, что ты мне приготовила, что ты приготовил, почему? Один мужчина мне говорит, а я, говорит, всегда сам себе готовлю. Я говорю, а почему? Он говорит, а потому что когда жена готовит, это очень дорого стоит. Я, говорит, такую цену заплатить не могу. Она потом приготовила, ему мозг выносит полдня. Думаю, да я лучше сам приготовлю. Ну, и нафиг. Легкий стиль означает не требовать к себе похвалы, награды. Легкий стиль означает вот когда близкий человек приносит плохую судьбу, он, допустим, тебя не похвалил после еды. Надо это перевалить, пережить. Легкий стиль означает внутри очень трудно, а снаружи делать вид, что все легко. Тогда все будет получаться в семейной жизни. Он придет время, начнет хвалить. Жена, допустим, не уважает твою работу. Это, конечно, очень для мужчины это жестоко, просто жестоко, когда женщина не ценит специальность мужчины, его направленность в жизни, когда женщина не уважает, это просто плевать, плевать ему к лицу. Ну, конечно, такую женщину любить очень сложно. Но легкий стиль что означает? Означает, что ты не замечаешь, делаешь ли, что хорошо, шутишь с ней, говоришь, ну, она, допустим, говорит, ну, классно, что у тебя там все получилось. И ты такой, ааа, ты так меня оценила вообще, ты так любишь мою работу, так ценишь. Сразу, в шутку. она она такая, да, пойдет думать, как дальше жить. Мужчина никогда женщине не должен указать на ее недостатки внешние. Чего у тебя юбка такая длинная? Это вообще жесть, когда мужчина женщине указывает на одежду. Надо всегда радоваться, удивляться, какой у тебя прекрасный чувство стиля. Ну и так далее. Какая прическа? Допустим, она сделала новые прически, я упала сеновала, тормозила головой. Ну, новый стиль. Вот. И он такой, вау, какая прическа. Надо всегда вот так женщине. Легко это или трудно? Очень трудно. Легкий стиль в отношениях очень трудно. И надо понять вообще, как этот легкий стиль соотносится с предательством. Вот, допустим, легкий стиль всегда, и вот в этом легком стиле просто как воспитывать близкого человека с помощью легкого стиля? Это просто приближение отдаления. Вот вы, допустим, ну, близко общаетесь с мужем, готовите, стирайте, убирайте, он, допустим, грубости повел, и вы по легкому, по доброму, он все равно грубит. Дальше что надо сделать? Ему указывать на грубость? Нет. Надо дальше уйти в свою комнату и заняться своими делами. и поменьше к нему на глаза показывать. Следующий раз вы приготовили, все ему поставили и ушли. И он подходит к вам и говорит, ты что, обиделась? Вам что надо сказать? Нет, все хорошо. А что ты со мной не общаешься? Понимаешь, ты так строго говоришь, что мне очень трудно. Очень аккуратно объяснила. Он говорит, ну ладно, я не буду строго говорить. Будешь со мной общаться? Завтра. Понятно? Очень мягко, аккуратно, не обвинять человека. Женщина эмоционально себя повела, мужчина сразу раз подальше. Мужчина должен быть как скала, твердая психика должна быть подальше. Никогда эмоции не проявляет. На эмоции в ответ никаких эмоций не должен. Женщина эмоционально себя ведет сразу раз в стеночку. Если она не сильно эмоционально, пожалей ее. Моя дорогая, как так? Бывает такая сильная эмоция, что ты нельзя с женщиной вообще разговаривать. и она ждет твоего разговора для того, чтобы тебя уколоть. Как бы ты ни сказал, допустим, ты говоришь, моя дорогая. Он говорит, да, дорогая. Где это видно, что дорогая? Ну, то есть, любое твое слово будет еще хуже. молчает. в это время что лучше? Молчает. И женщина это понимает сама, что лучше сейчас с ней не связываться. У ней все горит внутри. У ней вот этот характер вышел наружу. Вулкан такой. Эмоциональный вулкан. все. Если гроза идет, допустим, глина, она сразу стекает, рвы возникают. А если скала, то с ней ничего не происходит. Стань скалой, не реагируй на грозу, веди себя спокойно. Как это сделать? Не придавай значения. Вот допустим, многие мужчины они вникают в то, что женщина говорит, когда в полный безумие. Как только вник сразу тебе по башке долол, у тебя глаза квадратные, тебя тоже на эмоции повело, и сразу начинают скандалы. Она женщина что говорит, когда ей плохо? Она что будет говорить? Она будет говорить не то, что есть на самом деле, она будет поджигать краски, сгущать специально, чтобы тебе было плохо. Знаете вот это женское качество мужчины или нет? она говорит сделать, она делает, вот мужчина так говорит, чтобы женщине было плохо или нет? Он давит на нее логикой, пытается, он не делает ей плохо, пытается ей доказать, что она дура. Когда он грубо себя ведет, он пытается доказать, что она дура. Как женщина должна вести себя? Ну сделать тупой вид такой, да? Дура, дура, да? не надо вникать. Вот если ставить наушники так, чтобы не видно было, если голос у вас так заплетает, то в это время можно лекцию слушать. Тупой спускает, кричит. И не важно, о чем он там говорит, потому что он в это время просто вас унижает, пытается вам доказать, что вы тупой. Надо соглашаться, да? И он сразу спускает, когда колесо спускает, когда все отлично, воздуха нету, можно разговаривать. И он когда выдохнул, когда сгнился, он обустошенно сидит. Она подходит к нему, обнимает, говорит, кушать будешь? Сразу внутрь к нему. Не надо типа, ты о чем говорил вообще, давай разберемся в этом. У него опять и он пошел опять. Сразу кушать будешь? Ага. И все, все нормально. И он когда-то внутренней психическая структура у мужчины заработала, он сразу извиняться начинает. Хотя он по существу чувствует себя правым, но то, что он грубил, он будет извиняться. И надо сказать, нет, все нормально, ничего плохого не было. И он тогда поймет, что было еще больше. А если ты будешь отвечать тем, что да, ты грубил, значит, он не поймет. Любовь сама дает знания. Если вы сохраняете этот легкий стиль, в легком стиле знание само формируется. Тема ясна легкого стиля или нет? Это очень сложно, но если вы хотя бы чуть-чуть приблизитесь к этому, ваша семейная жизнь будет прекрасна, все вопросы будут решаться сами собой, никаких проблем не будет. Если человек ведет себя плохо, отдаляйтесь, хорошо приближайтесь, никогда ему не показывайте, что он неправ, он сам все поймет. Через благодарность это принятие будет, через благодарность. Пока благодарности у человека близкого в сердце нет, это значит, через него работает ваша судьба. Терпите. Пока судьба работает, благодарности не будет, это наказание, через него идет наказание, наказание, наказание. Если вы аккуратно, по-мягенькому работаете, с ним общаетесь, то придет время, что произойдет? У него произойдет благодарность, он какой-то хороший человек. И все, с этого Вы когда уважаете, уважение, что такое? Это когда вы к мужчине относитесь, как к мужчине. Вы всегда стараетесь его мнение на первое место, уважаете его работу, его занятость, его заслуги. Надо очень восхвалять заслуги мужа в деятельности. Вот он маленькую фирму открыл, надо говорить, какую-то классную фирму открыл, такую большую, она скоро станет вообще большой. Вдохновляйте его, и то, что вы говорите, будет сбываться все. Вы увидите, вот вы простые слова сказали, все будет сбываться. Женщинам надо всегда что-то такое красивое, нарядное, дорогая, любимая. Цветочек хотя бы один купил, подарил. Чуть-чуть так раз, надо приходить домой такой, как на первое свидание. Цветочек. Она такая, ты че? Зачем ты деньги тратишь? Такой, цветочек. Она такая, берет, делает вид, что вроде бы не, а сама такая, счастливая. Да, женщина, так ведь? Да. Если мужчина, он цветочек, когда женщине покупает, что это значит? Это значит, что он видит ее божественные качества. Она сразу же расцветает, чувствует себя очень хорошо. Значит, любовь живет в отношениях. А женщина, когда мужчина смотрит на него, соглашается с ним, говорит, «Классно ты, молодец такой», то он тоже чувствует, что она божественные качества видит. Он сразу расцветает, становится счастливым, ему так классно жить. Она его ценит, понимает. Если она ему у других мужики, как ребянышки, у меня беда на фиге. Пьяницей станет. Помните, вот это как не надо, посмотрите фильм «Любовь и голуби». Вот это как не надо. Сначала мама сгнобила своего мужа, он стал пьяницей. Потом дочка сгнобила своего мужа, стал пьяницей. И потом два пьяницы, там, и две мама с дочкой. Фильм такой интересный, посмотрите. Вот. Как не надо. Как надо мужиков гнобить, гнобить, гнобить. И они пьют, пьют, пьют. И так Микарго становится, вот такой рубец. Следующая тема, это тема сложных периодов. Вот это люди вообще не понимают. Вообще не понимают. Давайте перед сложными периодами, давайте разберемся в этом угасании любви. Вот люди думают, что вечно будет такое чувство близкому человеку. Он меня трогает, мне вау. Я ее трогаю, мне вау. Понимаете, это все закончится, мои дорогие друзья. Будет все меньше, меньше, меньше. Близкому человеку все, допустим, твою жену считают красивой, а ты считаешь обычной. Это значит, что уже закончилась вот эта влюбленность, закончилась. Но божественные качества никогда не закончатся. Если ты вспоминаешь божественные качества близкого человека, как ты встретил свою жену, что ты именно приобрел, что тебе Бог подарил, почему ты влюбился, вспоминай, 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 и всегда ты будешь счастлив с женой тогда. Но если ты хочешь чего-то большего, если ты забыл, если судьба тебя сломила, если ты разочарован, видишь только плохое, значит любовь тает, 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 и потом вообще заканчивается, и все, и люди уже не могут друг с другом жить. И это потом тоже развивается. Сначала просто холод в отношениях, потом половое чувство пропадает близкому человеку, уже, ну, все, нет желания никакого рядом с ним быть. Потом дальше отчужденность развивается, поговорить не о чем. Потом дальше уже люди как чужие становятся рядом, и потом расходятся. Уже не могут ответиться рядом. Это все постепенно, а дверь все-таки надо открыть там вот сзади, потому что духота прямо развивается. Окей, не закрывайте, пожалуйста. Там же открыта была дверь, да? Здесь открыть тоже. А там вот заднее закрыли. Там не было, надо было закрыть. Не надо открыть, потому что душно. А эту тоже посильнее надо. Воздуха не хватает. Если кому-то ветер пересаживает в другой месте. И на это на все еще накладываются плохие периоды. Что это такое? Есть три энергии, которые разрушают жизнь. Они могут идти в отношения, близкие могут идти в работу и могут идти в здоровье. Первая энергия, это блокируется энергия вечности в отношении, как это проявляется. Холод возникает. Нет близости. То есть между вами стена. Чувствуете стену? Сразу начинаются мысли о том, что это не мой человек, к астрологу надо к всеполу пускай сходить. Это просто судьба. И это все временно. Вот у вас стена, вы не можете приблизиться к человеку. Сколько это может длиться? Ну максимум 2-3 года. Это максимум. Обычно 4-5-6-7 месяцев. Обычно. Вот стена возникла, тебе чувствуешь холод от этого человека. Ты не можешь приблизиться. Вы как будто отдалились. Поднимите руку. У кого такое ощущение, что вы как бы далеко друг от друга стали? Вот у вас, женщина, этот период заканчивается через 3 месяца. Он начался 6 месяцев назад. Вот вы руку внизу, да, вы. Вот у вас, да. У вас уже почти закончилось. Остался месяц всего. А был, длился месяцев 5, наверное, этот период. Дальше. У вас долго период идет этот, длительный период. Он еще будет длиться год и два месяца. А идет уже где-то около 2,5 лет. Ну бывает такое тоже долгий. Холод? Стена в отношении? Нет, Николай. Ни стены, ни холод. Хочу руку поднимать. Интересно будет. Это, знаете, это тоже вот это. Жентльмены удачи, там они в игру играли по городам. И там вот на какую букву заканчивается? Москва. Значит, на А надо называть. И он называет, он говорит, Магадан. Он говорит, что Магадан, не наем же заканчивается. Он говорит, я там сидел. Конфетка, ладно, я понял, что надо. Я говорю, холод в отношении. Она говорит, да, холод в отношении. Я смотрю. Вы говорили, что у плохой период я решила птизнуть. Нет, нет, это не в канде. Понятно, холод, да? Это, если техническим языком говорить, это побеждается длительным движением. Если человек начинает длительную ходьбу, там просто непонятно, на каком слое блок. Есть пять слоев психических. Первый слой связан просто вот с близостью. Близость и холод. Второй связан с эмоциями. Эмоции перекрывают. На третьем мысли ты не можешь поговорить с близким человеком. На четвертом настроение. То есть у вас не соприкасается настроение. Ты не чувствуешь его настроение, он твое. И на пятом слое находится ощущение счастья. То есть блокируется счастье. Блокируется чувство стабильности в отношении. Близости. Что далеким человек становится от тебя. Первый слой пробеждается 48 минут ходьбы. Второй слой в два раза больше. Третий слой в три раза больше. Два часа сорок минут примерно. Четвертый слой уже в четыре раза больше, чем 48 минут. Это где-то около трех часов двадцати минут. И пятый слой побеждается четырьмя часами ходьбы непрерывной. Раз в шесть дней достаточно. Чем дольше идешь, тем реже надо делать. Четыре часа раз в шесть дней ходишь. 48 минут можно хоть каждый день ходить. Час-полтора часа, час сорок, два слоя. Раз в два дня. Понимаете? То есть если холод в отношениях, значит ходьбой пробеждаем. Дальше следующий блок в личной жизни называется... Это было динамическое напряжение. Это холод, стена в отношениях. А второй блок это чувство обидчивости, ранимости. Все время очень-очень ранимся друг другом. Ругаемся, гневаемся, злимся, обижаемся. Кого сейчас такой период пошел у вас? Обижайтесь. Вот. Блок на втором слое, эмоциональный. Это уже статические упражнения. Это на полчаса стоит раз, два, три дня, чтобы убрать вот эту вот энергию, которая заставляет обижаться у вас. А ему тоже надо это делать. У вас еще 4 месяца будет этот период. Люди как думают? Они думают, что все... Теперь счастья уже не будет. Пришли к психологу, он говорит, да, у вас несовместимость. А это просто плохой период. Вот люди 20 лет живут вместе, приходят к астрологу, он говорит, у вас несовместимость. Какая хрен несовместимость, 20 лет люди жили. Иди поживи хотя бы два дня с тем, у кого несовместимость. Пришел плохой период, чувствительность повысилась в отношениях. Люди хотят ругаться. Как побеждается? Неподвижным положением тела. Человек стоит, копит эту энергию, спокойствие. Или бассейн. У меня была ситуация, у мужа с женой прямо на одном психическом слое, вот так, особенно на одном слой, когда на втором у нее блок, на втором у него блок, тогда вообще искра идет конкретно, по эмоциям. Сильная эмоциональная чувствительность. Когда на разных слоях блоки еще как-то можно выжить. Когда на одном прямо бьет по башке и все, и очень трудно. Я им сказал, в бассейн вместе ходить плавать. И они пока плавают, они могут общаться в воде, потому что статическое напряжение уходит, и они пока плавают, они все вопросы решают, как поплавали, опять идут такие. Говорят, что нам в бассейне теперь жить, что ли? Это все временно, не надо бояться этого. Нужно подождать. Вот запомнили, что когда плохой период прошел, пришел между вами стена чувствительность сильная, значит это все временно, надо подождать, и это все пройдет. И надо думать, что все теперь навсегда. Говорят, у нас любовь кончилась. Я всегда на этот шутер рассказываю анекдот про бабушку, у которой кончилась моча. Бабушка 80 лет пришла к врачу, говорит, я не мочусь. Брать говорит, сколько лет? 80, кончилась моча. Все, эти бабушки, уже кончилась моча. Моча не кончается. Так же любовь не кончается, понимаете? Она всегда будет просто блок. Моча почему не идет? Потому что блок в почках. Любовь почему не идет? Блок в отношениях. Все, запомнили? Сразу, как только блок, сразу моча не кончается. Любовь не кончается, все. Суминаете сразу. Для взгляда каждой ловить, если кайфа нет. Поэтому я говорю, любовь это игра. Если вы женщине показываете, что она красивая, она станет красивой, потом вы удивитесь, какая она красивая. Если вы мужчину всегда показываете ему как игру, что он такой, я так люблю твою специальность, вы увидите, как он серьезный станет, он денег много начнет приносить. Вы увидите, как все поменяется. Потому что любовь надо питать вот этой игрой. А если вы серьезно себя ведете, типа, ну если у меня нет счастья, что я буду показывать, что она есть? Ну, значит, тогда сдохнет ваша любовь. Бобик сдохнет. Доктор, я говорю, жить-то буду. Я бы вам не советовал. Какие у вас вопросы по сегодняшней теме? Олег Геннадьевич, скажите, а вы рассказали, как мужчину отправить в Грецию, а как жену отправить в Италию? Женю в Италию? Женю в Италию. Если хочется в Грецию, в Италию... Она не поедет, да? А, вот как отправить, да? Да, мы говорили, что... Обратную историю. Мы в Грецию, а как вот в Италию? Жену? Ну, примерно, да. Вам правду сказать? Вот за смех пошел, видите? Я еще ничего не сказал. Жену в Италию отправить невозможно. Потому что наслаждение – это женская энергия. Если женщина что-то не наслаждает, ты хоть убейся, ее это наслаждать не будет. Мужские желания меняются, а женские – никогда. Вот если ей хочется в Грецию, значит Грецию. Все. Вот, да, быть вы сможете. Итак, я объясняю рецепт, как женщину отправить в Грецию. Ой, в Италию. Ты начинаешь ей объяснять, что надо в Италию. Очень нежно, ласково, по-доброму. И через неделю вы едете в Грецию. Да, Ваш вопрос. Еще надо микрофончик, чтобы плохо слышать. Да, у Вас блок динамическое напряжение на третьем слое начался больше двух лет назад. И он закончится только через 8-9 месяцев, не раньше. Ага, влияет его для всех, даже как-то полезно. Ну, блок семейных отношений, а ходить, например, буду я. Может быть, мне тоже надо ходить. Ну, надо, но Вы его не заставите. Вы не заставите. То есть даже если один человек начнет отношения, будет это исполняться. Да, потому что есть три круга судьбы, они между Вами. Один круг в Вашем сердце. Вы начинаете ходить, у Вас блок пробивается, и у Вас сердце к мужу спокойно стало. Вы уже не паритесь. Потом между Вами станет спокойно, а потом внутри него. И так он постепенно пробивает свои аскезы весь блок. Но просто когда внутри него спокойно станет, только после этого он начнет желать, тоже захочет ходить. Вот я, допустим, когда бегать начал, я жене говорю, «А, ты что не бегаешь?» Она говорит, «А что я должна бегать? Я же не мужик». «А, ты что не бегаешь?» «А, ты что не бегаешь?» «Бегай ты!» «А, ты что не бегаешь?» Она ходит уже много лет. Ну, то есть это все постепенно происходит. Но никогда не надо нажимать на близкого человека в том, чтобы он делал то, что тебе хочется. Допустим, он пьет. Не надо нажимать. Надо сначала принять это. Потом начать делать то, чтобы он не пил. Это что такое? Это пьянство, это статическое напряжение. То есть надо в бассейн его водить. Сначала пассивное очищение, потом постепенно приучать к неподвижному положению тела. На пятом слое брок пробивается, и человек уже не хочет пить. И потом уже постепенно отваривается уже пьянство. Курение – это динамический блок на пятом слое. Значит, надо приучить близкого человека сначала самой начать ходить на 4 слоя, на 4 часа, на 5 слоев. А потом приучить близкого человека ходить. И когда он уже привыкнет ходить, только блок будет прочищаться 4-5 месяцев, если стабильная привычка курить. А потом только он начнет бросать. А токсины, когда негативный тонус, то у человека наркомания развиваются. Это надо самой начать поститься. 2,5 суток – это все 5 слоев прочищаются по ста. Сначала самой прочистить своим постом энергетику в семье. Потому что у вас общая судьба. Ты, значит, тоже наркоманила в прошлой жизни, раз он это делает сейчас. А потом уже он начнет меняться. Сначала тебе легко, спокойно стало. Потом дальше ты ему, когда говоришь, он понимает, что не надо наркотики подарить, но не может. Потом дальше у него совесть начинает включаться. Потом он начинает сам поститься. Блок пробивает, и наркотики уже не нужны. Вот так постепенно побеждается судьба. То есть не надо торопиться менять близкого человека. Это просто невозможно. Он как палач перед тобой. Он тебе твою судьбу показывает. Одна женщина ко мне, говорит, подошла, говорит, Олег Геннадьевич, можете показать мне судьбу, чтобы я визуализировал? Я говорю, могу, конечно, мне не сложно. Она говорит, давайте показывайте. Я говорю, закрывайте глаза. Она закрывает и говорит, вспоминайте мужа, вспоминайте этого ребенка, того ребенка, вспоминайте мать, вспоминайте свекровь, вспоминайте свекровь, вспоминайте отца, вспоминайте начальника на работе. Она вспоминает, я говорю, вот это все ваша судьба. Судьба, она в людях воплощена, она не то, что там где-то в аэроскопе. Вот ваша судьба, что вам узнавать вашу судьбу, у вас все, ваша судьба перед вами. Теперь, какая я была в прошлой жизни? Вот если вы замуж вышли из-за человека, которого полюбили, и потом у вас идет бразильский сериал, это значит, что вы такой и были в прошлой жизни. Только в мужском теле. Все. Все, я вам все рассказал. Совершенно просто. Да? Виктор Иванович, у меня вопрос такой, если можно использовать то, что вы сказали, с близкими людьми, как с матерью, и если холод появился в отношении с близкими людьми, с мужем, а у меня, например, как-то все нарушилось с мамой, на длительное движение, завтра приходите пол восьмого в гостинице. Да, почему надо приходить? Допустим, вы не хотите ходить, все равно приходите, потому что, запомните, возможность что-то делать переходит от одного человека, как опыления, вот от одного цветка к другому. Есть пчелки, которые опыляют, вот эти пчелки, которые опыляют, завтра придут бегать. А вам надо просто эту пыльцу в себя получить. И поэтому надо приходить, кто-то ходит, кто-то ползает, кто-то стоит, кто-то бежит. И все радуются. Вы получите этот вкус, наполнение энергии природы. Смотреть будете, как люди это делают, как они радуются друг другу, как они наполняются природой. Потом увидите, как люди в ледяной воде сидят, купаются. Этот опыт надо получить, чтобы потом мечтать. Знаете, когда тутовый шелкопряд, гусеница, она когда в этом, в коконе находится, знаете, йоги-мистики древние, они разгадали, как туктовый шелкопряд думает. Он мечтает стать бабочкой. Он лежит вот так вот, скрученный, гусеницей. И мечтает стать бабочкой. И в это время у нее формируются крылья. И потом она летает всю жизнь. Так и человек тоже. Если он почувствовал вкус, он мечтает, значит, у нее формируется эта возможность. Поэтому приходите, все, кто может. А кто не может, то, конечно же. А можно вопрос по лекции? Да. А где можно, вот, вы сказали, что-то на трех сферах появляется, на отношениях, на работе, на здоровье, вот эти круги. А где можно найти полностью информацию, чтобы потом... У меня много лекций на эту тему. У меня есть лекции о победе над судьбой. Вот я приезжал в сентябре сюда, одна лекция была посвящена очищению организма. Я прям системно все разложил полностью. Как, чего и зачем. На ютубе, на ютубе ищите информацию. Побед над судьбой, очищение слоев психических информации, ищите это все. Все в доступе, в прямом. Просто лекции не выставляются сразу. Их надо обработать там, выложить. Это все требует времени. Но все есть в целом. Вот ваш реческий семинар выставлен уже на ютубе, вы видели? На ютубе его снимали, ну, в инстаграме он есть. В инстаграме есть, да? В инстаграме есть. Есть еще на сайте у нас лекции выкладывают тоже потихоньку. Мои в аудио формате. Можно там находить. Можно в других городах находить, где я читал. Если семинар побед над судьбой, там обязательно очищение слоев есть. Есть лекция 5 психических цилиндров. Есть, да? 5 психических цилиндров. Я ничего не скрываю. Есть замечательная шпаргалка на 5 страницах. 5 психических цилиндров. А, прямо в печатном виде? Да, в печатном ПДС. Люди могут ее распечатать, на стеночку повесить и смотреть. Заходите. Ваши вопросы? Да? Угу. Угу. Здравствуйте. Здравствуйте. Девочка очень института. Вот в последней ситуации... Давайте, девочка с вами живет? А, неделю через неделю. То есть неделю с вами живет, а неделю с мамой? Да. И когда она с вами живет, мама лезет в вашу жизнь, да? И даже когда она не живет с нами тоже. Ну, по ерунде, а там ничего такого нет, но это может утром, вечером, днем. Звонит постоянно, да? Ну, звонит, спишет, и там не спать. Ну, ни о чем. Знаете, первое, надо звонки отменить, только одна переписка сделает. Потому что вы реагировать будете только на эмоции женские. Если она что-то пишет, у вас реакции не будет. Если она говорит, что-то наговаривает, надиктовывает, то она влияние оказывает. А вот тогда получается, что еще с новой технологией, это, да, девочка у нас, и мама зло нет по видеосвязи, и это все на гиппомплексе. Не надо запретить, надо видеосвязь. Просто она ей говорит что-то, и это никому не слышно, кроме нее. Не надо, чтобы сильно было громко это, надо отрегулировать, чтобы быть, самая главная проблема – это влияние на вас, этой женщины. Надо, чтобы вы ничего не слышали, не видели от нее. Все, вот так поставить условия мужу. Аккуратно, по-доброму. Важно, конечно, надо понять, что когда с прошлой семьей есть отношения, то между мужем и женой остаются только деловые отношения. Не должно быть эмоций, не должно быть влияния, давления, ласки, внимания, заботы. Просто деловые отношения по ребенку. Но в отношении деловой, в момент, когда я слушаю, а потом периодически это по-чуть, по-чуть, по-чуть и деловая, да? Вам придется контролировать все время на пульс, руки держать, руку держать. Но границы можно выставить с помощью воздействия. Запомните, визуальное воздействие 10 раз сильнее, чем звуковое, на эмоции влияет. То есть не надо видео делать, надо только звук. И это с девочкой. А с ним она просто переписывается, даже звука нет. Просто пишет ему. Когда просто информация, она не вызывает эмоций. И она когда пишет, не надо вот этих... То есть вот эти все смайлки тоже не должны быть. Просто тексты и все. А как он может издавать? Аккуратно, потихоньку, наносительно. Объяснять просто через свои чувства. Говорит, вот мне очень тяжело, когда так. Давай вот так вот. Потихонечку, потихонечку. Он примет это. Современно. А как ему ей это сказать, если она не хочет это слышать? А ему самому текстом все писать ей? И потом она, если спросит, почему так, он скажет, потому что у меня и жене не нравится. И она будет думать тогда уже. Спасибо. Потихонечку. Не надо торопиться. Вот в изменении ситуации никогда не спешите. Делайте все аккуратно, медленно. Вода камень. Если вы потихоньку, то все меняется. Спасибо вам большое. Я желаю вам всем мира, ввей, счастья, процветания. Здоровья. Всего самого светлого в вашей жизни. Я очень благодарен вам за то, что вы терпели меня три часа. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ